Сразу три крупных перевала расположены на международной автотрассе, проходящей по Жамбылскому региону. Эти участки считаются самыми опасными, особенно в непогоду. Если на перевале Кордая в этом году пока обошлось без серьезных ЧП, то на Шакпаке и Куюке опасности из-за сильного снега и метели автомобилистов поджидали уже трижды. О том, как дорожники готовятся к капризам зимы, рассказывает Дарья Визовая. На международной автотрассе, проходящей по Жамбылскому региону, расположено сразу три крупных перевала. Общий их протяженность порядка 46 километров. Эти участки считаются самыми опасными, особенно в непогоду. Если на перевале Кордая в этом году проблем с передвижением транспорта не было, то на Шакпаке и Куюке опасности из-за сильного снега и метели автомобилистов поджидали уже трижды. Впрочем, даже тогда объявляли лишь о частичном ограничении движения для грузовиков и автобусов. Ведь проблемы с техникой уже нашли свое решение. В прошлом году и в этом году Министерство транспорта и коммуникации выделало средства и нам выкупили 25 единиц техники. В том числе комбинированные дорожные машины КамАЗы, новые бульдизеры, шнекороторы и автогридеры. Именно эти снегочистительные великаны помогают следить за порядком на заснеженных дорогах. Одни счищают сугробы, другие посыпают дорожное покрытие песком и солью, чтобы машины от скольжения не занесло на обочину. 2000 тонн песка уже готовы у нас, плюс 300 тонн соли. И это только для перевала Шакпак. А что касается Куюка, для этого заготовлены 1700 тонн песка и 400 тонн соли. И посыпная техника работает, можно сказать, день и ночь. Конечно, в борьбе со снежной стихией не забыли позаботиться и о пунктах обогрева. Так что, если уж и придется ждать погоды из-за большого снега, то есть где согреться. Плюс к этому совсем недавно в регионе появились еще и новые медико-спасательные пункты. Дарья Визовая, Рован Бакинжебах, Джан Бапаев, Жамбулская область.